Рад приветствовать всех подписчиков intelbet.ru Меня зовут Роман Гудсайд и мы продолжаем разговоры о Лиге Чемпионов Еще одно противостояние команд Хосе Пагвардиолы и Луиса Энрике Это матч в Англии, Манчестер Сити, Барселона Именно эта встреча оказывается в центре внимания Две недели назад все получилось, наверное, совсем не так, как многие могли предполагать Я специально не давал прогноз на эту встречу, мне было интересно посмотреть, что же будет делать Гвардиола против этой супер Барселоны Ну супер, потому что, конечно, такого нападения, как у Барса, нету в мире больше ни у кого Месси на Эмара Суарес, это страшное трио Мы увидели то, что делает Гвардиола И надо сказать, что меня, в принципе, это впечатлило Даже несмотря на поражение Сити со счетом 0-4 Мы поняли замысел тренера, да, вот этот максимально высокий прессинг И попытка перехватить мяч не просто на чужой половине поля, а внутри чужой штрафной площади Которая предпринималась Манчестер Сити изначально В общем, я думаю, что Барселону ждет еще одна очень непростая игра Да, тогда сумели каталонцы добиться того, что допустила ошибку Клаудио Браво Его удалили, он Манчестер Сити в этом матче не поможет Но Сити все-таки, несмотря на шесть неудачных матчей подряд Поведу свою одержал 4-0 было в минувшем туре И, кстати, большое спасибо всем тем, кто прислушался к прогнозу на матч Весбромвич Манчестер Сити У нас с вами все хорошо Ну и сейчас, я думаю, что Сити все-таки должен суметь в этом матче забить Потому что и на Кампно они моменты хорошие создавали И понятно, что они профессионалы И гордость была задета вот этим поражением 0-4 Но, с другой стороны, есть Барселона Которая, как мы помним, именно в Риге чемпионов Может спокойно приехать, например, в гости к Парис-Сан-Жермен И обыграть Парис-Сан-Жермен Барселона забивает практически в каждом матче Поэтому отталкиваться от того, что Манчестер Сити обязательно выиграет Я бы не стал Я бы в этом матче, скорее, играл голы Причем даже если в первые 20 минут не будет быстро забитого мяча То класс исполнителей, которые есть и у Сити, и у Барселоны Он позволяет даже, в общем-то, рассчитывать на то, что, например, 3 мяча будут забиты по ходу второго тайма Потому что настолько быстро все может в этом смысле поменяться Наверное, я остановлюсь на варианте тотал матча больше трех Потому что мне кажется, что и Барселона забьет, и Сити забьет Но обе забьют, а вообще коэффициент меньше, чем 1,5 То есть, наверное, это не самое разумное решение А вот больше трех с коэффициентом уже поближе к двойке Это то, что может сыграть в этом матче В общем, я думаю, что мы увидим достаточно результативный футбол И именно еще расскажу Класс исполнителей позволяет на это рассчитывать Желаю всем удачи Давайте вместе смотреть Лигу чемпионов Барселона Мачестер Сити Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!